Здравствуйте, у особо в эфире на часах 13.06, у микрофона Владимир Сметанин. Что касается гостя особого мнения, который будет делиться с нами своей точкой зрения, то если бы, к примеру, мы с ним общались с 1 мая, то я бы без запинки сказал, Павел Дорофеев, депутат Кировской городской думы, предприниматель. Но сейчас я вот 4 мая, вот сегодня не могу уже сказать, потому что 2 мая, как известно, Павел Олегович вышел из состава, по собственному желанию, из состава Кировской городской думы. Добрый день, Павел. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые ведущие. Да, спасибо, что поприветствовали, то есть уже все-таки бывший депутат. Да, уже бывший депутат. Многие СМИ сообщили о том, что такие заголовки были, странная картинка рисуется. Дорофеев вышел из Гордумы и идет на работу в ОЗС. Картинка рисуется такая, что надоело, возможно, в Гордуме, решил как-то полыше перебраться. Давайте вот по порядку сейчас объясним все, поясним. Вышли по собственному желанию из Гордумы, да? Да, написал заявление по собственному желанию. Мотивы? Мотивы депутат Андрей Гордеев. Который депутат от нашей фракции в Законодательном собрании. В Законодательном собрании. В Законодательном собрании, да. Он вышел из Законодательного собрания, написал тоже заявление по собственному желанию. Не могу сейчас сказать, комментировать его мотивы. Ранее он был несколько созывов депутат Городской думы. Как я понимаю, что он планировал дальше участвовать на выборах в Городскую думу. В Городскую. Потом было принято решение передать мне мандат, который освободился. В ЗАЭС, да. Уже удостоверение депутата Законодательного собрания. Поэтому, так можно сказать, что сегодня день рождения моего депутата Законодательного собрания. Понятно. Ну вот вчера мы, я пояснил, слушателям еще с вами созванивались, да. Когда я вас приглашал, вы сказали, что нет еще решения президиума. Поэтому еще рано меня называть депутатом УЗС. Но сегодня, после 16.00, вы будете уже в составе областного Законодательного собрания. Ну давайте к этому чуть позже вернемся. Наставить страницу в соцсети, вы 2-го числа опубликовали документ, в котором говорится, подписанный Владыкиным, да, что вы выходите из состава Городома и написали. Сегодня сложил полномочия депутата Городома. Спасибо коллегам за работу, многое удалось сделать, но еще больше, впереди. Очень бы хотелось бы знать, потому что я прекрасно понимаю, что многие жители нашего города ничего или очень мало знают о работе депутата Городома. Итак, многое удалось сделать. Давайте вспомним. Давайте немножко. Вы, напомню, находились в Городоме с октября 2014 года. Все верно. То есть 2,5 года считаете? Да, все верно. Давайте вспомним эти прекрасные моменты вашей жизни. Да, ну вообще, так как Городская Дума, это все уже работа более привязана ко дворам, к жилым домам, где люди именно хотят видеть своего депутата, видеть какую-то реальную помощь. Ну, в отличие от запятительного собрания, если этот орган создает законы, да, какие-то инициативы выдвигает, то здесь конкретно работа во дворах. С первых дней я начал проводить дворовые встречи. Их провел я около... В своем округе? Да, в своем округе. Я помню, где находится. Это округ улицы Упита, Кольцово, Костина, Бакта, Русская, улицу, сельские поселения. Проведено более 200 встреч. Два раза в неделю стабильно после работы 6 вечера проводили эти встречи. Кстати, на встречи порой приходило по 100 и более человеку, особенно в крупных домах. На встречи я приглашал управляющую компанию Актапского района, так как... Так какие вопросы-то обсуждали? В связи с чем, собственно? Да, вопросы в основном, конечно, проблемы дворов, дворовых территорий, детские площадки, сруб деревьев. Было очень много инициатив. Многие вещи мы разбирали на месте с управляющей компанией. Почему не сделано? Сколько есть денег на доме? Какие планы? Почему план на год, который утвержден, он там не выполнен, либо в предыдущие годы? И многие вопросы я брал на контроль. Кстати, за период работы удалось с Актапской управляющей компанией неплохой диалог выстроить и вообще работу выстроить. Вот конкретные проблемы, которые удалось решить? Очень много срубили деревьев аварийных подвора, которые разбивали окна жителям, которые несли опасность для детей. Были заменены электроприборы во многих домах, где... И терапевтисты так раз. Сликвидировали аварийные деревья, заменили электроприборы. Да, многие электроприборы где-то решили вопрос с аварийными трубами в подвале, которые там много лет уже несли проблемы, крыши аварийные, лифты, ну, грубо говоря, все проблемы, которые ежедневно жители сталкиваются с ними. Искали способ их решения, искали финансирование, найти, ну, на собраниях принимали решения. А благоустройство непосредственно площадок, там, скамейки, урны, детские площадки. Сейчас до этого дойду еще. Также депутатам делятся средства, депутатский фонд, которые... Вот так называемые депутатские наказы. И, ну, конечно, там не оставили без внимания детские сады и школы, всем немножко оказали помощь. Мы распределили деньги среди дворов. Вот в том году у нас порядка 20 дворов приняли участие. Конечно, суммы были небольшие, потому что дворов очень много. Ну, это примерно было 30-50 тысяч рублей на двор. Да, я так делил сейчас вы мне, да, 30-50 тысяч. Свои личные средства какие-то были выделены. Ну, вот мы порядка 20 дворов в прошлом году установили детские объекты, элементы детских площадок. Где-то сделали ограждение детских площадок. Установили тренажеры детские дворовые, скамейки, лавки, урны. Там, под цветы установили где-то, там, вазы уличного институционного назначения. Жители, на самом деле, многие не верили, что вообще такое может быть. Но проект очень удался сложно, потому что эти деньги выделялись сначала в управлении жилищного строительства, потом проводились аукционы. Аукционы должны были заявиться, там, строительные ориентации. Подрядчики. Подрядчики, да. В принципе, все немножко затянулось, потому что до этого опыта не было в этом практике. Ну, и суммы не очень большие. Ну, в итоге мы все это реализовали, жители все были довольны. И они активизировались, стали уже своими силами дальше развивать, там, установили куда-то качельку, там, жители вышли. Вот, особенно Ковсина-Бахта-Русская, ну, с ними мы там много лет работали. Сейчас там ужаснейшая дорога. Ужаснейшая дорога. Дорога, сейчас до дороги тоже дойдем. Им там бывало, что мы покупаем какой-то детский объект во двор, они выходят, все жители домов, там, 100 человек сами собирают, красят. Вот в Бахте, там, например, выделяем средства на краску, они все жители сами красят фасады домов, там, раскрашивают художественную роспись. Поэтому работа выстроена. В этом году мы проводили конкурс, у нас заявилось 60 дворов. Мы 20 дворов, опять же, распределили деньги. Так, мы, это кто, что за программа в рамках? Ну, имеется в виду, мы, есть у меня помощники, кто помогает мне в этом работать, ну, и миссия с председателями домов. В итоге, все равно это вы конкретно, депутат двор дома, ваша команда. И на этот год я опять все эти деньги распределил на дворы, это порядка 20 дворов, это, опять же, детские элементы. Вот эти 700 тысяч. Да, да, вот на этот год в Мартовской думе бюджет был утвержден, эта сумма, и вот уже летом, в июне, в июле начнут, опять же, развивать направление. Это уже новые дворы, новые площадки, которые в том году не участвовали. А, то есть тот депутат, который придет на ваше место, в городом, он уже не будет заморачиваться, куда деньги тратить. Вы уже все распределили, облегчили ему работу. Ему, в принципе, надо взять на контроль это исполнение. Сам я тоже округ покидать не собираюсь, буду продолжать работать, потому что очень дружеские отношения у нас сложились со всеми председателями домов. Даже на выборах, вот в 16-м году, когда участвовал, округ мой полностью пересекался с округом законодательного собрания, и практически все председатели домов округа написали письмо поддержки в пользу меня, поддержку меня, о том, что все искренне поддерживают и хотят дальше сотрудничать. Ну, кстати, в СМИ уже появилась информация о том, кто, возможно, будет преподавать на ваше место в городе, да? Можете сейчас рассказывать, пояснить? Там, в том числе, речь идет о человеке, по-моему, депутателе Советской было. Да, полуэктов, да, на Совете было принято решение, ему предложить выступить от мандата. Когда там в городе уже решится вопрос с этим местом вакантным? Это произойдет, это мисс, также будет решение президиума партии, и на думе, которая пройдет в мае, он уже примет участие в работе. Ну, вот, еще немножко по городской думе там хотел добавить, также вопросы, особенно в сельских поселениях, вот, Сосновый поселок, там очень много лет жители не могли добиться, чтобы был фельдшерский пункт ФАП, ну, как называемые ФАПы. Ну, у них очень много проблем, да, и дороги там не было, вот, прошлом летом, все, что я там смог сделать, это, хотя бы, ну, туда, несколько машин и щебня привезли, отремонтировали самые аварийные участки. Ой, так это вы были? Да, да. Это в прошлом лету, в прошлом летом просто на 30-ти участки, и займите вот эту щебенку. Московская 171 мы благоустроили, это вот, где бывший магазин «Дионис» по московской, там тоже мы щебенку отремонтировали, все дворы, которые, ну, была возможность сделать, вот, вот, у них была, там, проблема с ФАПом, долго не мог решаться. Вот это, опять же, одно из направлений, там, чем депутат городской думы может заниматься. Вышел я на здравоохранение, вот, этот вопрос немножко сдвинулся, он на следующий день в стадии все проработки еще, вот, надеюсь, что все же ФАП там появится. Ну, это тоже вот одно из направлений работы. Ну, и, конечно, очень много проводили, там, различных праздников, мероприятий с жителями, там, если проводили праздники в Домах культуры, вот, у нас там в Русском ежегодный донер проходит по баскетболу, то, соответственно, мы этому Дому культуры, там, купили сетку баскетбольную, еще какие-то вещи. Ну, стараемся оказать помощь и самим объектам, чтобы люди могли дальше, там, что-то делать уже. Что касается дорог, да, просто огромная была проблема, дорога Киров-Русская, дорога улицы Кольцова, и, когда баллотировался в АЗС, участок по улице Мира, от Ломоносова до Монтажников, да, я написал там очень много обращений, с инициативами выходил, в этом году, слава Богу, эти участки включены в работу. Подождите, Мира, Ломоносова, там же депутат Николин, депутат. Ну, да, но я когда в АЗС баллотировался, просто округ пересекался, вот, и жителям было обещано, что буду постоянно этот вопрос отстаивать, вот, очень рад, что в этом году все же эти участки включили, и даже когда было голосование, по-моему, общественная палата проводила, уже заходил с разных аккаунтов, подавал там заветки, чтобы было максимальное количество. Дороги в этом году, как обещает администрация, все будут выполнены, выделены, средства есть федерального бюджета. Ну, да, вот эти 55 участков, которые определены, вот, те дороги, которые называли, они там включены. Ну, вот, также вопрос, там, многие жители сегодня спрашивают, улица Комсомольская, проблемный участок. Вот, да, вот, ЖД вокзала и в сторону Морбановского кладбища туда. Да, на сегодняшний день ситуация такая, что у администрации города появилась экономия средств за счет того, что были снижены цены подрядчиков. А там, кстати, извините, пожалуйста, перебиваю, там какая-то немножко разная, противоречивая информация по сумме сэкономленной. 116, потом фигурировала 101 миллион. Какую же сумму-то, считай, неправильно? К сожалению, точную сумму я не знаю. Вот, единственное, какую могу информацию предоставить, что участок улицы Комсомольская включен в план ремонта за счет этой экономии. Документы сегодня отправлены в областной Минтранс, потому что программа федеральная, она требует, там, ряд согласований, даже сэкономленные средства, их нельзя просто потратить, там, по своему усмотрению. Но я думаю, что это будет сделано и участок будет отремонтирован. Включен. Включен. Вот 100% уже в этот год. Ведь там жители домов, которые находятся на этом участке улицы Комсомольская, они же там, ну, просто, ну, негодовали это, мягко говоря. Да. В одни страны подтверждают, что, скорее всего, большая вероятность, что участок будет отремонтирован. Работы начнутся с 10 мая вообще по ремонту дорог, потому что по срокам контрактов с 10 мая начинается первая работа. Вот с 10 мая первая работа в городе начнется. Да, эта информация была, что вот-вот уже скоро в мае, по крайней мере, какие-то подвижки произойдут. Ну, вот что, уважаемые слушатели, вы поняли, на что способен депутат Кировской городской думы? Если вы не знаете, кто ваш депутат, зайдите на тот же сайт Кировской городской думы. Там есть раздел «Найти депутата» или «Узнать, кто ваш депутат». И вот, ищите его, хватайте его и говорите о своих проблемах. Павел уверяет, что все возможно, если не сидеть сложа руки. Ну, я считаю, что на самом деле очень многое сделано, и там есть какое-то чувство удовлетворения от того, что там не зря эти годы прошли, и большой опыт, и с жителями налажены отношения. Ну, конечно, очень многое нужно сделать, вот там очень много вопросов на встречах было. Так, давайте о том, что все-таки сделать нужно после небольшой паузы. Хорошо. Нам надо по регламенту прерваться. Хорошо. Особое мнение Павла Дорофеева, уже бывшего депутата Кировской городской думы, и сегодня вечером Павел станет депутатом полноценного областного законодательного собрания. К 16 часов, напомню, встреча в областной избирательной комиссии, где будет выдано Павлу, собственно, удостоверение депутата областного парламента. Хорошо. К последней части вашей фразы, опубликованной в соцсети, но еще больше впереди предстоит сделать. Ну, давайте о планах-то сейчас. О планах, в том числе, в ОЗС, с какими туда настроениями идете, с какими мыслями. Ну, вот, что касается, опять же, работы городской думы и дворовых встреч, которые проводил я регулярно, очень много было обращений, связанных с здравоохранением, жители обращались, очень много вопросов, связанных с законодательством Кировской области, это соцподдержки различные, это, конечно, очень больные вопросы тарифов по ЖКХ, это и капитальный ремонт, это все же уровень ОЗС, законодательного собрания, и полномочий у меня, как депутата городской думы, было меньше. Поэтому, именно на посту депутата законодательного собрания у меня в планах, как минимум, это принять какие-то решения, отстаивать вопросы законодательной инициативы, которые, в первую очередь, разделяют мнение жителей, жителей моего округа, которые обратную связь я получаю, ну, и, естественно, выносить самому инициативу, именно связанную на поддержку жителей своего округа. — На что конкретно? Может быть, есть уже какой-то созревший законопроект? — Да, конечно, это вопросы по капремонту, вот, например, недавно поднимали вопрос, ну, в первую очередь, этот тариф, я считаю, что у нас уже немножко завышенный. — 7,90, да, сейчас? — Да, и даже те вот льготы, которые были введены жителям, там, старше определенного возраста, опять же, очень много было нюансов и ограничений, что, там, не больше строки-то площадь должна быть квадратных метров, ну, ряд ограничений, там, сколько человек прописано. — Ну, вот, я считаю, что нужно эти ограничения все же немножко облегчать, их нужно убирать, это раз, ну, вот, снижать тариф, это два, и третье, многие жители домов при переходе, например, от капитального фонда на свой спецсчет, там, возникает вопрос, что эти деньги через год переходят. Вот недавно уже кто-то из депутатов выдвигал инициативу, чтобы эти деньги, там, через месяц или два уже возвращались, я, в принципе, не вижу никаких проблем, потому что знаю, что средства в фонде капитального ремонта сегодня тратятся, по-моему, намного тише, чем они поступают туда и средства. — А намного тише, в смысле, никто об этом не знает, или медленнее, процедуры как-то не очень торопливые, это имеете в виду? — Информация, в принципе, открыта, что средства довольно, там, медленно тратятся, по какой причине я сказать не могу, я одно могу сказать, что вроде бы каких-то явных причин, чтобы не перечислить сразу же деньги дома, который открыл свой спецсчет, их вроде бы как нет, поэтому зачем затягивать на год, а это какой-то психологический барьер для многих жителей, там, что через год, когда эти деньги придут, почему так долго, вот, а ведь часто бывают какие-то острые проблемы, и люди из-за этого, там, переходят на личный спецсчет, так как у них больше возможности быстрее начать какие-то экстренные ремонты, вот, поэтому вот данную инициативу тоже планирую как минимум поддерживать, если кто-то из депутатов будет выносить, либо сам разрабатывать уже эту инициативу. — А вообще, насколько активно вы следили за происходящим в ЗС, вот, когда работали депутатом Городома, или это раньше намного еще произошло, когда начали следить? — Ну, в принципе… — Следили, что там обсуждают, свеки законопроекты, оппозиционные партии поднимают? — Да, ну, конечно… — Вот сейчас, простите, вот сейчас вот, например, ЛДПР активно вот продвигает эту идею в каком-то формате помогать детям войны, так называемой категории, да, это и выплаты к 9 мая, и выделение дров, там, бесплатных речь идет, вот, в принципе, разделяется это, хотя бы не во фракции, конечно, ЛДПР? — Я разделяю, да, поддерживать нужно. Вообще, в целом, я ежедневно читаю новости, там, местные новости, там, федеральные новости, поэтому, как правило, все инициативы, которые, там, значимые инициативы, они в новостях отражаются, поэтому, там, что происходит в Закодательном собрании, конечно, я знаю, там, общаемся с нашими коллегами, на Советах партии, когда у нас проходят, Советы у нас проходят и депутаты Закодательного собрания, и Городской думы, то тоже какие-то значимые проблемы, которые мы обсуждаем на своих площадках парламентских, мы всегда обсуждаем. Мы обсуждаем совместные инициативы какие-то, поэтому, в любом случае, приходится и приходится, и, в принципе, сам этого хочу, участвую в работе в Закодательном собрании. — Какие у вас, какие у вас отношения с руководителем фракции? Справедливо-русов возле Василия Дуприевича Сыроевым? — Да, вот, когда они ежемесячно проводят фракцию, я очень часто участвую на этой фракции, хоть и не являюсь депутатом Закодательного собрания, в принципе, я полностью разделяю его позицию, и вообще у нас фракция, которая сейчас существует, она, я считаю, что активно работают, и сложилось полное понимание, потому что те вопросы, которые обсуждаются, в принципе, всегда все к единому решению приходят, я думаю, что проблем не будет, будем работать в команде. — Такая тесная компашка эсеров-то в ЗС, все-таки пять человек, пять депутатов в фракции, все, самая многочисленная фракция из оппозиционеров этого ЛДПР, семь или восемь депутатов, что ли? — Ну, да, ЛДПР в этом году, хорошая новая. — Сотрудничество, кстати, с оппозиционными партиями и иными, какие принципы у вас есть? — Принципов нет, насколько я знаю, Василий Куприанович, в принципе, ко всем мнениям прислушивается, у меня хорошие отношения с всеми партиями, хорошие отношения, мы обсуждаем какие-то вопросы, я считаю, что нет смысла с кем-то конфликтовать, да, конечно, у кого-то есть своя позиция, она должна быть, ну, как минимум, выслушивать мнения других, я считаю, это вполне нормально. — Хорошо, оставим тему ОЗС, может быть, невольно к ней вернемся чуть позже, но все-таки хотелось бы с вами, Павел, обсудить наиболее значимые городские дела последних дней и недели, вот одно из самых обсуждаемых событий в последнее время, это ЧП, произошедшее позавчера, 2 мая, я имею в виду частичное обрушение строящегося спорткомплекса по адресу Воровского 100А, у нас сегодня в первом части дневного разворота был активный эфир, на эту тему приходили жители непосредственно близлежащего дома Воровского 102, которые изначально выступали против строительства, этого объекта, указывая на то, что вы тут нам все загородите, все перегородите, вы строите не по правилам, там есть профессиональные строители среди представителей инициативной группы, вот это случилось. Я вчера побывал там вечером, честно говоря, посмотрел, я не специалист далеко в строительстве, я там только хозпостройки строил, там что-то, баню помогал строить, но я и то понимаю, что, ну вот я только у виска могу покрутить, глядя, все на это, вот как вы оцените всю эту историю? Хотя, вроде как, с законодательной позиции, с законодательных норм там все соблюдено. Следили ли вы или за возмущением народным по этому поводу? С возмущением следил, да, и много жалоб до этого поступало, о том, что неправильно ведется строительство, тут, конечно, это все довольно объективно, я считаю, что надо индивидуально каждую претензию, каждую жалобу разбирать, не знаю, разбирала ли администрация, я вот, из средств массовой информации, из интернета, ресурсов. Все виски там прошли, прошли очень много инстанций, и в надзорные органы обращались, и к главе, к городу тогда еще Владимиру Быкову обращались, но он возник этот объектив. Да, я бы, конечно, эту проблему разделил бы на несколько этапов, первая проблема, что, насколько я знаю, не проводились общественные слушания с жителями ближайших домов, и поставите сюда новый объект. Сегодня жители говорили о том, что их предупредили за 20 минут о проведении этих слушаний, естественно, они за такое время собраться не успевали. Да, это, конечно, проблема, считаю, очень большая, потому что, в первую очередь, надо с жителями согласовывать, и, ну, там много вопросов было и по другим объектам, там, парк Победы жители также выступали. Я считаю, что с жителями точно надо считаться, потому что, ну, как если у твоего дома что-то строят, надо мнение слушать, это первый момент. Второй момент, что касается некачественной постройки, тут, конечно, вопрос, в первую очередь, контролирующим органам, это нужно лучше контролировать. Ну, еще также вернуть, что там некоторые вопросы задают, что, наверное, этот объект был из бюджетных денег, что некачественно строили. Нет, этот объект строился коммерческой организацией, это бюджетные участки, да, и, в принципе, там, то, что дом развалился, это их потери, по большому счету лично, это тоже, там, если разделить, опять же, на вот. А вопрос с контролирующим органам, он очень серьезный, потому что планировалось, что в данном спортобъекте будут дети участвовать, вот, и, слава богу, что не дошло до того, чтобы построили, он развалился, когда там проходили какие-то спортивные мероприятия, вот, тут, мне кажется, это просто очень хороший сигнал, и очень сигнал срочный для контролирующих органов, что нужно более тщательно за этим следить, вообще за такими объектами, ну, и при приемке также этого объекта, потому что... Ну, дело до приемки-то пока не доходит, ну, вот, я подтверждаю, я вчера видел это, что строители начали тут же эти блоки обратно, обратно заделывать, стенку из них выкладывать. Да, это вот и показывало, там, наше отношение, наш подход именно к контролю, который у нас почему-то всегда был таким образом, пока гром не грянет, как говорят, мужик не перекрестится, вот, я говорю, слава богу, он не дошел до трагедии, там, более серьезной, ну, я не удивлюсь, таких объектов уже на сегодняшний день не построено, в такого же количества еде строится, может быть, там, как минимум еще несколько и в Кировской области, и в других регионах, поэтому тут очень, мне кажется, своевременно нужно к контролирующим органам разрабатывать какие-то меры более четкого контроля, тем более, говорю, те объекты, где планируется большая скопленность людей. Руководство города непосредственно, которое выдавало разрешение, которое отводило этот участок земельный, под которым, кстати, теплотрассы прилегают, оно-то сейчас, вот, какую-то ответственность-то должно нести? Ну, вот, оно-то должно было, это самое руководство контролировать, как строят, соблюдаются ли технологии? Я считаю, естественно, администрация города, как минимум, опять же, говорю, должна контролировать работу строительства, да, там, есть отдел капитального строительства в администрации города, ну, вот, сотрудничать с контролирующими органами, чтобы такие объекты, естественно, строились под контролем. Я позицию администрации города на сегодняшний день по данному вопросу не могу озвучить, потому что, ну, в средствах массовой информации я, вот, лично не видел их позицию. Ну, я еще раз хочу сказать, что, на самом деле, очень серьезная проблема, и, так, люди все возмущены, потому что, говорю, в этом объекте могли потом тренироваться административные жертвы, да. Ну, известно, что факуратура будет проводить проверку по данному факту, дождемся результатов этой проверки, возможно, уже будет делать какие-то взвешенные, осуждения, объективные осуждения. Напоминаю, что это особое мнение Павла Дорофеева. Давайте я уже вас представлю как депутату ЗАЭС с сегодняшнего дня. Мы сейчас прервемся на рекламу, скоро продолжим. Продолжаем наш разговор с Павлом Дорофеевым. Напомню, что Павел сегодня вечером получит удостоверение депутатам Водолкного законсобрания фракции «Справедливая Россия». Давайте дальше, Павел, пройдемся по основным городским темам. Ну, конечно же, ждем мы с нетерпением, когда начнется все-таки ремонт дорог, масштабный. В этом году сумма беспрецедентная, 55 участков улиц, как ранее было анонсировано, будет отремонтировано. С 10 мая вы тоже подтвердили, когда начнется такой же ремонт дорог, и Комсомольская тоже вроде как попала в список отремонтированных, предполагаемых к ремонту магистралей. Ну, у вас есть надежда, уверенность такая внутри, что кардинально в этом году изменится ситуация с дорогами в областном центре? Ну, я думаю, что, да, дороги будут отремонтированы. Очень надеюсь, что они будут сделаны более качественно, чем ранее сделаны, потому что, насколько знаю, что и договора в этом году с подрядчиками уже более тщательно прописаны гарантии, которые несут подрядчики. Поэтому, надеюсь, по крайней мере, что дороги будут сделаны. Там, если взять опыт прошлого года, тоже были выделены средства и федерального бюджета, ну, те участки, которые были запланированы, они были сделаны. 600 миллионов в прошлом году было, да, чуть больше? Да, чуть больше. Опять же, к сожалению, из моего избирательного округа основные дороги проблемы не вошли в эти участки, но в этом году они уже есть. Ну, тоже Кольцово в прошлом году, да, говорилось о том, что в этом году оно будет ремонтироваться. Плюс в том году, я уже много чит писем писал главе города, главе администрации, основная позиция при выборе дорог в прошлом году была, где максимальное количество полет пассажирского транспорта для того, чтобы, ну, тут двойная уже экономия, это и ремонт дорог, и сохранение автобусов пассажирской городской администрации. Ну, улица Кольцово, у нее конечная развязка, там, многих автобусов. Почему она не попала, вот, мне было непонятно, да. Кольцово и Пупито, да, там много автобусов, да, конечную свою точку имеют. Ну, и к тому же не надо забывать о том, что у нас еще одна программа будет реализовываться в этом году. Первый из пяти лет, это нацпроект формирования комфортной городской среды. По последней информации, в город администрацию поступило 140 заявок, 25 мая станут конкретно известные дворы, где был проведен ремонт. Там не разберевка какая-то на самом деле, то ли это проект Единой России, то ли это федеральный проект. Вот одни говорят то, другие говорят все. Но в итоге-то представители Общероссийского народного фронта, которые ездили по дворам и консультировали жителей, призывали их участвовать, они говорят о том, что люди, жители города были очень плохо проинформированы. И вот буквально практически ничего не знали. Ничего не знали. Депутаты тут не могли, что ли, подключиться? Депутатам ничего не говорили? Ну, депутаты своевременно, в принципе, получают всегда информацию о тех программах, которые участвуют. Вы это знали? Да, я знал о том программе, да, жители округа, которые проводим встречи, информацию доносили. Что касается, чей этот проект, ну, деньги федеральные, возможно, партия Единой России выходила с инициативой. На самом деле, историю этого проекта я не могу еще сказать. О том, чтобы выделить эти стрессы, может быть, они разрабатывали эту программу. Ну, в любом случае, деньги федеральные, вроде бы деньги не партийные. Поэтому, конечно, сложно назвать, наверное, проект партийный. А то, что чья-то инициатива, ну, наверное, это можно утверждать. Но, опять же, я не знаю, кто будет данную инициативу. То, что проект востребован, это 100%, потому что, если там дороги еще в этом году и в том году как-то ремонтироваться, то ремонт дорог, вот, например, те же тротуары по улице Кольцова, ну, я сейчас говорю, это даже не дворовая территория, а там, взять тротуары. Вдоль в проезжей части? Да, они 20-30 лет не ремонтировались, и там люди не то что, там, на Кабулках не могут пройти, там просто нельзя пройти. На Кабулках, это ведь сейчас глава администрации, пересколько вы вспомнили, который обещал к 8 марта дефиле на Кабулках? То есть, часто, да, видимо, требуют от дорожников качество дорог таких, где можно пройти на Кабулках. Ну, а я говорю, что вот у меня в округе есть очень многие дороги, тротуары, где там не то что на Кабулках, там вообще просто нельзя пройти, просто нет тротуаров, но вот это и аварийность, там пожилые люди падают, дети ходят. Ну, проблем очень много, если там дальше об этом говорить. Вот, кстати, тоже к ремонту дорог, в прошлом году я выходил с инициативой к губернатору, и позапрошлом году мы... В прошлом году у нас было в первой половине года один губернатор, потому что во второй половине другой... И когда пришел Васильев, также я посылал инициативу, письмо, у нас из городского бюджета закупаются камеры для видеофиксации штрафов, которые в городе ГИБДД регистрируют. Подождите, из городского бюджета на эти деньги? Да, из городского бюджета, да, там потрачено... И в городской же бюджет потом эти штрафы поступают? Нет, они как раз... Они в области идут? Да, потому что муниципалитет городской, вот эти камеры закупаются, и мы эти камеры передаем дальше уже в областное правительство, в областное ГИБДД. Город от этих штрафов ничего не получает, поэтому если бы даже хотя бы 30% от этих штрафов поступало в городской бюджет, это, в принципе, логично, потому что, если я не ошибаюсь, там порядка 200 миллионов было потрачено, то на эти деньги уже можно было бы как минимум какие-то дороги отремонтировать, там, но эти же тротуары, ну, к сожалению... А причем ведь, насколько я понимаю, эти деньги-то не промаркированы именно на дороге их тратить, да? Не промаркировать. В областной-то бюджет, они на любые могут идти, социально значимые в первую очередь. Да, по крайней мере, как минимум, как минимум, даже если бы там 30-50% поступало в городской бюджет, этих денег хватало бы, там, на ремонт дорог, там, на эти же очистку тротуаров, там, уборку снега, которых в бюджете денег, как правило, всегда не хватает. И раз уж вы упомянули, да, главу Кировской администрации, Александра Перескокова, она же тут и зимой, и весной, когда наступила, это же многосерийный фильм с этими утренними планерками, с разносами в пух и прах подрядчиков, да и вообще, вот, прошлая зима, начало весны показало, что у нас в городе огромные проблемы с уборкой, с вывозом снега, с уборкой улиц, с очисткой. И у вас есть некий рецепт, что ли, совет, рекомендация, что же нужно такое изменить, чтобы мы больше с этим не сталкивались? Ну, я считаю, что... Уже глупо, наверное, такой вопрос задавать, но, но все-таки, я вот из идеалистических соображений, может ли измениться все в очень короткие условия? Ну, я считаю, конечно, можно тут много зависеть уже как раз от руководителя, но, там, с приходом Перескокова Александра Викторовича, в принципе, у нас, у депутатов, мы все очень положительно отнеслись к его приходу, потому что человек хозяйственник, довольно, там, с трогим характером, что, в принципе, очень нужна для данной работы. Ну, вот, я даже скажу, что многие проблемы стали решаться лучше, чем решались раньше. Ну, поподробнее. Поподробнее, да. Ну, эти же проведения в планерах, там, это же, какой, вот, даже, там, взять работу с АХ, насколько я знаю, что, ну, даже сам, там, живу в городе с рождения, там, раньше вообще не замечал, чтобы летом чистили улицы и мыли, ну, там, если взять это лето, то у нас даже в дождь, когда шел ливень, машины ездили и мыли город, ну, вот, конечно... О, это какая-то московская история, обычно в столице, в нашей стране такое происходит, ливень, ливень с шампунем, дороги мои. Ну, да, конечно, это не показатель, но тому, что все равно многие проблемы, они стали все же решаться, там, как эта работа началась, хотя очень много еще надо чего дорабатывать, потому что эти же дороги моют, техника, которая совсем не подходит для дорог, ездят большие машины, маленьких машин нет, которые, там, заезжают на тротуары, всю эту грязь вбивают в углы бордюров, которые, в принципе, там, в этой же Москве, в столице, потом ее сразу же вычищают, ну, в Москве асфальт, там, где-то смыло моют, конечно, до этого еще далеко, этого, конечно же, не делаться, там, все, вся грязь смывается на тротуары, в итоге все тротуары грязные, поэтому есть куда стремиться, ну, я говорю, как минимум, хотя бы при нем работа началась, там, начались какие-то движения, ну, вот, насколько я знаю, что и автопарк стал пополняться, какой-то транспорт, там, ну, в сахе, которая, вот, именно техника дороги будет выбирать, потому что, там, вот, зимой, например, по-моему, не было вообще техники, которая могла бы, там, огребать узкие проезжие части от снега, но, вот, в этом году, те же тротуарчики, да, в этом году техника стала больше, там, явно, возможно, это были подрядчики, это привлекли, может быть, в аренду бралась техника, но работа к этой велась, конечно, не в том объеме, как, наверное, хотелось бы, потому что проблемы были этой зимой постоянно с снегом, ну, вот, как бы... То есть, простите, вы, я же делаю вывод за то, чтобы Александр Перескоков продолжал трудиться, ну, продолжал трудиться, в должности главы городской администрации, да? Ну, ведь... все ходят в последние месяцы, что у нас внезапно сменится власть в городе. Ну, слухи... Понимаете, о чем это? Я понимаю, да. Слухи, да. Да, ну, слухи, знаете, они, там, ходили полгода назад, что уже завтра он сменится, потом не сменится. Я все же оцениваю ситуацию, которая сегодня есть, да, фактически, вот. Он, в принципе, неплохой хозяйственник, довольно, там, с характером, там, поэтому, надеюсь, что от его работы будут результаты. Конечно, я говорю, там, хотелось бы больше конечный результат, но, ну, какая-то работа ведется, там, раньше этой работы, вот, я лично, там, не видел. Вот я так могу оценивать. Ну, раз уж мы все вокруг, да, около администрации городской ходим, то давайте выскажите свое мнение все-таки по поводу кадровых перестановок, назначений, да, начальник благоустройства и транспорта Вячеслав Семаков вот-вот начнет исполнять, нет, вернее, уже войдет в должность начальника терроруправления по Первомайскому району нашего города, ну, а ранее возглавлявший это терроруправление Михаил Александрович Долгополов уйдет на руководство Октябрьским районам. Вот ваш коллега по фракции, бывший уже коллега, получается, да, в городе «Справедливая Россия» Алексей Кузьмин говорил в программе «Особое мнение», что, ну, вот, как-то, наверное, нужно было доделать там, Вячеславу Николаевичу в плане благоустройства, а потом уж с чистой совестью уходить на повышение. Ну, на самом деле, там, с чем связана эта перестановка, я не знаю, там, не могу сказать. Что касается Долгополова Михаила Александровича, то человек опытный в плане вот именно руководства терроруправления, Ну, один из долгожистей таких вот в этой должности. Да, поэтому, там, его перемещение в Октябрьское терроруправление, где недавно ушел с поста Гурьянов Андрей Васильевич, ну, вот, ну, возможно, это светообразно, и с позиции городмистрации хотелось им, наверное, закрыть, там, сильным человеком данное терроруправление. Ну, вот, здесь, в принципе, все понятно по поводу Снимакова Вячеслава Николаевича, почему его создавят, там, тут несложно комментировать, да, там, в плане ремонта дорог, опять же, там, Вячеслав Николаевич, ну, активно работает. Я говорю, есть, конечно, проблемы какие-то, вот, и, как мы сейчас говорили про Перескокова, что не все делается так, как хотелось бы, но работа ведется, там, не знаю, там, в администрации Вячеслав Николаевич, там, постоянно, вот, когда приходится сталкиваться в таком режиме, активно работает, там, иногда, кажется, что он круглосуточно работает, потому что знаю, что, там, на каких-то строительных работах, там, участках он сам постоянно выезжает, там, и вплоть до ночного времени, вот, поэтому активно работает, но сможет ли он работать начальником терроруправления, потому что немножко все равно профиль другой, я не могу... Ну, не знаю, что профиль другой, да, обширнее, намного, да? Да, ну, я считаю, что время покажет, там, одного могу пожелать ему удачи, чтобы у него все получилось, вот, то, что он не доделал какие-то проекты, в городе администрации. Тут тоже сложно судить. Человек ведет текущую работу, появилось ему предложение, он этот проект передает другому человеку, выходит на другое место работы. Тут сложно как-то сказать, что он что-то не доделал, я не могу там... — Первомайский район нашего города — тот район, в котором река Авиатска, проблемы затопления, половодия весеннего, вот это сейчас как раз все начинается. Сложный работенка, я бы сказал. — Конечно, возможно, позиция администрации города сегодня все равно какую-то свою команду держать в работе, и Вячеслав Николаевич, возможно, именно в команде администрации города, которые ему доверяют, и я так понимаю, что Долгополов наверняка будет оказывать какую-то помощь в консультации во время работы. — У нас буквально несколько секунд встается. Павел, я заряжен рассказами вашими про то, как вы встречались, и сколько помогли, и что не покинетесь этот округ, и будете продолжать встречаться с людьми. Давайте сразу скажем нашим слушателям, слушателям так дальше, где найти этот депутат Водерафейна? Можно? — Да, ну, в общественной приемной имеется, периодически принимаю граждан, находится она Октябрьский проспект 125, третий этаж, ну и также номер... — Ну, в соцсетях, возможно, найдется. — Да, в соцсетях, конечно. — Этого достаточно, я думаю. У меня есть специальная группа ВКонтакте отдельная, которая вот именно для общественной деятельности, очень много туда обращений и писем получают, мы на все отвечаем, с людьми встречаемся, ну, в принципе, проблем нет, меня найти там, люди звонят, всегда меня наполят. — Хорошо, Павел Дорофеев, на этом завершается Ваше, Павел, особое мнение. Меня зовут Вадим Расментанин. До свидания, всего доброго. — Всего доброго, до свидания, спасибо. Спасибо.